От дизайнера до фермера. Желающие заниматься любимым делом и зарабатывать могут получить соцконтракт. В нестабильное для нашей страны время населению необходимо знать о путях к материальному благополучию. В этом уверены ульяновские парламентарии. В ульяновском законодательном собрании встретились женщины-предприниматели, депутаты и общественники. Бизнесвумен оформили соцконтракты. Предприятия не простаивают, однако предпринимательницы предложили увеличить сумму выплат. При нынешнем росте цен. Проблема актуальная. Я думаю, что вопрос назревает. Мы же понимаем, что происходит с ростом цен, с расходниками и все такое. И положительный момент, он такой обосредованный. Мы увидим, что сейчас правительство, если разрешили оперативно пенсии индексировать, я думаю, что и все остальные вещи к этому придут. Все присутствующие поделились новостями и наработками. Наталья Манякина раньше работала юристом, но во время пандемии ей пришлось уволиться из компании. Наталья решила превратить хобби в бизнес и обратилась в соцзащиту. Я делала украшения ручной работы. Узнав про соцконтракт, я решила воспользоваться. Написала бизнес-план, получила деньги и решила реализовать свой проект. Мою давнюю мечту. Создала бренд ювелирных украшений. Я делаю авторский брошь из «Кристалла Сваровски». Делаю различную бижутерию, тоже авторскую, всю по индивидуальному дизайну. И планирую развивать это направление. Сейчас у меня в проекте создание онлайн-школы. Для того, чтобы получить деньги на развитие своего дела, необходимо обратиться в соцзащиту. Можно получить до 280 тысяч рублей. Специалисты, в свою очередь, проконсультируют и помогут оформить заявку. В Ульяновской области также действует проект «Зажиточная семья». Рассчитан на малоимущих граждан, проживающих в Ульяновской области. Это своеобразная такая уточка, с помощью которой можно поднять уровень своего благосостояния, материальный уровень семьи и в дальнейшем зарабатывать достойные средства. Средства можно получить на развитие подсобного хозяйства и на организацию индивидуального предприятия. Также есть возможность оформить материальную помощь при поиске работы или же по состоянию здоровья. Проект софинансируется из федерального бюджета. 300 миллионов рублей поступили в 2021 году, а в этом году прислали больше на 50 миллионов. Виктория Черкова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.